Девушки отдыхают Девушки отдыхают Будет ли и планируется ли в области создавать какие-то общемасштабные идеологические организации детские, молодежные, юношеские, чтобы нашими детьми не занимались другие подпольные организации, такие как нацисты, фашисты, баптисты и так далее. Есть ли какие-то данные по нашей области? У меня лично такой вопрос, почему ты созрел. Спасибо. Спасибо большое. Мне кажется, у нас такие организации есть, называются они «Школа». И мне кажется, очень важно, конечно, чтобы наши педагоги активнее принимали участие не только в выполнении той школьной программы, которая есть, но и в дополнительном образовании. И это не только вопрос образования, это вопрос увлечения, вовлечения ребенка в жизнь, его вопрос социологии. Я вот уже здесь упоминал бессмертный полк. Ведь это тот пример, когда никто никого никуда не звал, когда всех пригласили, и люди пришли с удовольствием, с портретами своих родственников, с детьми, ветераны пожилые, которым действительно тяжело было. И они пришли и вместе прошли вот этот путь. И мне кажется, лучших патриотических акций даже и проводить не нужно. Нужно, знаете, патриотизм, мне кажется, он внутри нас с вами. И нужно ли нам поддерживать инициативы хорошие? Да, нужно. Вы, наверное, заметили, что впервые в бюджете Тульской области два года назад появилась статья на гранты на поддержку социальных инициатив. Мы эту сумму на сегодняшний день увеличиваем. Очень важно, чтобы жители области самоорганизовывались и принимали участие в этой программе. Ведь эти гранты необходимы для чего? Для того, чтобы вы смогли реализовать те начинания, которые у вас есть. Пока, к сожалению, ни одна из тульских организаций не смогла получить грантов от федерального правительства. Потому что те программы, которые реализуются, может быть, они не настолько масштабные, может быть, они не настолько эффективны еще. Но это вопросы. Я вот в этом году, выдавая гранты, как раз свидетельство на гранты, я как раз попросил наших всех организаций, все наши общественные, очень важно, чтобы вы, ваша цель – это принять участие в общефедеральных программах и достичь того признания на федеральном уровне, которое в будущем позволит вам реализовать свои программы более широко, более масштабно. Поэтому здесь создавать что-то от государства, наверное, можно и, наверное, нужно. Но всегда вопрос опять в человеке, в том вот организаторе, кто будет этим заниматься. Поэтому, мне кажется, гораздо правильнее все-таки поддерживать такую социальную инициативу. В любом случае, раньше это все было, сейчас этого нет. Сейчас бизнес, коммерция руководит всем. А ценности теряются. Поэтому хотелось бы, чтобы сверху как-то была какая-то организация. Послушайте, ну, вы знаете, вот это вот такой, знаете, русский патернализм, что нам кто-то сверху должен что-то сказать. Раньше все было государственное. У нас было три вида собственности. Помните какие, да? Помните? Государственное. Государственное. Кооперативное и личное. Да, частной собственности не было. Поэтому сейчас несколько иначе, так сказать, разные формы собственности существуют. Поэтому и основная задача органов государственной власти и органов местного самоуправления – это правильно перераспределить те средства, которые у них есть, и поддержать инициативу граждан. Подчеркнул. Инициативу граждан. А что мешает нам с вами восстанавливать те хорошие начинания, которые были раньше? Ведь не просто так президентом подписан указ и восстановлен комплекс ГТО. Это же тоже, так сказать, в общем-то, это то, что то хорошее, что мы просто взяли почему-то в 1991 году, выкинули и сказали, так, это нам не по пути. Почему не по пути? А что, нам разве не нужны здоровые дети? Нужны. Разве нам не нужны красивые юноши и девушки? Конечно, нужны. Люди, которые могут за себя постоять. Поэтому это как раз вот вопрос инициирования. Если у вас есть конкретное предложение, я готов его с удовольствием послушать. А так разговаривать, что чего-нибудь бы нам такого, вот чего-нибудь бы такого. А чего? Чего нужно? Чего не хватает? Мы сформулируем и пришлем. Вот Ефремовой скажите, чего не хватает? Ефремовой? Ну вот не хватает вот этих движений. У нас есть и Гелиус, у нас есть и клубы, там, факел и так далее. Но все это одноразовые какие-то акции, да? Вот хочется воспитывать молодежь целенаправленно. Слушайте, ну столько, сколько мы делаем... Да, пионеры, комсомольцы, коммунисты. Хорошо. Но столько, сколько мы делаем для Ефремова, мне кажется, очень много. Нет, спасибо большое. Это чувствуется. Да, это чувствуется, и мы создаем базу. Потому что те же молодежные организации, их нужно куда-то привезти. Их нужно привезти в спортзал, их нужно привезти, я не знаю, в бассейн, их нужно привезти в парк и так далее. Все строится, спасибо большое. Поэтому, да, будем развивать. Но все-таки хотелось бы конкретных предложений. Хорошо? Хорошо, сформулируем. Ну что, остаемся пока в Ефремове. Анна Элкарина, Заря Ефремов. Главный редактор Анна Байрамова. Я хочу немножко заступиться за свой Ефремов. У нас шесть спортивных школ, где занимаются ребята по разным видам спорта. Там более 70 видов спорта развивается. Есть военно-патриотический клуб, и это не разовая акция, это работа системная. А мой вопрос немного приземленный. Владимир Сергеевич, в последнее время в городе Ефремове заметно улучшились дороги. В этом огромная заслуга вашего вмешательства и нашей администрации тоже. Но дороги межпоселенческие в таком плачевном состоянии. Какова их судьба? Планируется ли их привести в порядок? Да, конечно, мы будем постепенно все приводить в порядок. И мы свои планы, кстати, не скрываем. План ремонта дорог на 2015 год, он уже у нас на сайте открытого региона 71 висит. И я предлагаю тоже коллегам поактивнее посмотреть. Там у нас идет голосование по плану на 2015 год. Мы ограничены деньгами. Мы весь дорожный фонд свой расписываем, что называется, до копеечки, даже до полкопеечки. Конечно, ну сами вы знаете, что дороги это была одна из, наверное, самых сложных и самых разрушенных отраслей. И когда вот три года назад, тысячу дней назад, когда я посмотрел, что мне досталось с дорогами, то у меня было 14 разрозненных ДРСУ, 12 из которых находились в состоянии банкротства. И с долгом там 160 миллионов рублей. И мне сказали, да зачем тебе они нужны, давай я банкротим их, а деньги, так сказать, будем выделять, будут приходить у нас подрядчики другие и будем тут потихоньку, что там, ничего же не надо. Контракт объявил, в электронном, так сказать, видео вывесил, подписал. Там главное, так сказать, строят, не строят, главное, чтобы деньги не ушли. Такой же подход у чиновников, да, то есть. Я всё-таки принял другое решение. Мы собрали эти 14 ДРСУ, собрали в единое учреждение, сегодня это наше, так сказать, учреждение Тула Автодор. Мы сформировали его полностью за счёт жителей Тульской области, это 1450 человек работающих. И в этом году они своими мощностями выполнят почти 90% работы. В этом году мы должны отремонтировать почти 600 километров дорог и почти 100 километров город ещё должен привести в порядок. Поэтому на следующий год у них задача, 100% госзадания, выполнять своим асфальтом, выполнять своей техникой, выполнять своими сотрудниками. Значит, подход очень простой. То есть мы от дорог высокой интенсивности идём к дорогам низкой интенсивности. Поэтому прежде всего, конечно, уделяем внимание там, где у нас высокая аварийность и высокая смертность. Постепенно будем переходить на ремонт дорог межпоселковых. Но задачи по безаварийному проезду всё равно никто не снимал. Там, где есть серьёзно, где нужно заходить, делать безаварийный проезд, мы стараемся это тоже выполнять, хотя, конечно, на всё средств не хватает. Но скажу так, что несмотря на то, что отрасль в целом у нас функционирует где-то на оценку удовлетворительно, мы пока не перешли, мы не построили ни одной дороги. Всё, что мы делаем, это ремонты. То есть у нас денег на строительство нет, потому что вот ремонты, которые мы делаем, это стоимость примерно 900 рублей за метр квадратный ремонта дороги. То есть примерно получается где-то 8-9 миллионов рублей за километр дороги, там 6,5-7 метров шириной. Поэтому сами понимаете, что, конечно, наша основная задача сделать сначала безаварийный проезд, а дальше уже будем постепенно идти уже и создавать условия для строительства новых дорог. Хотя одну дорогу, капитальный ремонт мы в этом году ведём, две даже дороги, одну строим, вот на Жабынь, а вторую дорогу, капитальный ремонт ведём, это мы свяжем, наконец-то, многострадальный Ясногорск с Ревякиной, фактически выведем на М2, на объездную, так сказать, ну и экономию там почти 20 километров у жителей Ясногорска будет. Ну и, соответственно, мы, наконец, свяжем Ревякино, потому что Ревякино, по сути, находится территориально, находится, юридический территориально находится в Ясногорском районе, а формально, фактически, в Ленинском районе. Вот эта дорога, мы всё-таки свяжем два основных населённых пункта района дорогой, мы её до дня области должны эту дорогу завершить. А дальше голосуйте. Мы вам предлагаем наши планы. Те, кто наберёт больше лайков на сайте «Открытый регион 71», те дороги будут делаться в первую голову. Спасибо. М. Сергеевич, если можно, в продолжении темы много вопросов в вашем любимом Твиттере. Позволите буквально небольшой блиц? Ну, давайте, да. По дорогам пишет некто Осляба. Как тогда, Найка, Нико Осляба, как тогда получилось, что в Адовевском районе разметка есть, а в Белёвском нет? Наверное, дорожная разметка. Ну, это очень просто получилось, потому что завершали дорогу в прошлом году уже в ноябре месяце, и наносить разметку по мокрой дороге, ну, просто не было, так сказать, невозможности, и зачем деньги было тратить бюджетные на то, что, так сказать, реально, ну, просто через два дня бы ушло. Зачем? Это не нужно. В этом году все дороги, которые были приведены в порядок в прошлом году, соответственно, щебенение и разметка должны быть полностью восстановлены. Олег Сказ спрашивает вас. Почему в Труцкой области нет закона о тишине? У всех соседей есть, по саннормам можно ломать стены до 23, как детям спать. Ну, согласен, правильное замечание. Я считаю, что закон о тишине принимать нужно. Ну, чем понятнее будут правила жизни, тем проще, мне кажется, так сказать, даже те же работы ремонтные проводить. Закон будем принимать, поручение такое дам. И крайний вопрос из Твиттера, наверное, на сегодня, но он такой личный. Пишет Дима Дмитрий Дугин, наверное. Когда вы последний раз были в кино, что смотрели и что читает губернатор Груздев? Губернатор Груздев в основном читает отчеты, скажу честно. Перед сном уже последнее, что я читаю, это обзор прессы за уходящий день. А в кино стараюсь с детьми, ну, раз в пару недель стараюсь бывать. Но, честно говорю, что последние фильмы меня не очень как-то вдохновляют. Не очень качество, все-таки больше шоу, но такие шоу не очень интересные. Спасибо. Продолжаем. Давайте, наверное, из Ефремова в интернет. Тульский пресс. Дмитрий. Работаем уже больше часа. Я прошу очень ёмко спрашивать, ладно? Дмитрий Синяев, информационное агентство Тульской прессы. Владимир Сергеевич, хотелось бы отмотать на пару лет назад, как известно, во многом благодаря вам, с вашей подачи в Туле такая появилась идея проведения международных детских игр. Хотелось бы вернуться к ней и понять, что не срослось. Не хватает собственных средств, нет поддержки Федерации. Или же, может быть, эта идея перенесена, и в перспективе Тула может получить какой-то крупный спортивный форум, как мы видели, международные детские игры в Уфе, универсиаду в Казани и универсиаду 2017 года, который не так давно получил Красноярск. Есть ли такая идея и насколько она существует? Мы не отказались от этой идеи. Более того, мы постепенно к этой идее идём вперёд, и эту идею будем реализовывать. Вопрос заключается в том, что не всегда заявки, которые мы даём, они могут быть поддержаны. Это тоже вопрос нормальной такой конкуренции и вопрос готовности нашей к проведению. Поэтому мы от этой идеи не отказались. Но всё-таки, конечно, детские игры, их нельзя сравнивать со студенчатой, даже с универсиадой, потому что универсиады – это совершенно другой уровень организации игр. Но если вы заметили, то Красноярск был единственным, в итоге оказался единственным претендентом проведения зимней универсиады, если память не изменяет, 2019 года. Поэтому это серьёзные масштабные проекты, в которые нужно входить. Уж если мы сказали, что мы получаем, то это нужно вытягивать. Так как была проведена Олимпиада в Сочи, посмотрите, великолепная организация. Хотя сколько много было злых языков, которые говорили, что это не получится, то не получится. Всё получилось. И построили, и провели на великолепном уровне высоком, и Олимпиаду, и Паралимпиаду. Это вопрос в того, что верите вы или не верите. Это так же, как с Арсеналом. Те, кто верил, те сегодня говорят, а я верил. А те, кто не верил, только локти приходится теперь кусать. Мы тех, кто не верил, на стадион пускать не будем. Продолжаем. Давайте остаемся в интернете. Анастасия, Тульские новости. Здравствуйте, Владимир Сергеевич, Тульские новости, Анастасия Лонтратова. Одним из первых ваших важных решений была продажа резиденции Могучарова. Но чиновники поговаривают, что вы продолжаете проводить там встречи. Обманывают? Вы даже, знаете, даже по телевизору показывают эти встречи. Тогда зачем продавали? А? Тогда зачем продавали? Может быть, не стоило? Ну, вы знаете, всегда же вопрос с рациональностями. Но тут несколько вопросов. Есть вопрос экономический, есть вопрос юридический. Вам с какого? Ну, хорошо, тогда с экономического. Ну, хочу сказать, что в резиденции, на содержание резиденции раньше направлялось 42 миллиона рублей из тульского областного бюджета. Проживало там три человека. То есть члены Совета Федерации от Тульской области, заместители губернатора и губернатор. Это вопрос экономический. То есть все остальное было свободно, заполнялось, ну, периодически. Есть вопрос еще юридический. В законе о статусе, то есть у нас есть основной закон Тульской области, да, устав. В нем ничего не сказано о статусе губернатора. И в нем не сказано о том, что губернатор имеет право использовать какие-либо бюджетные средства для собственного размещения. Поэтому проживать в Богучарово за счет бюджета я просто не мог. Платить 42 миллиона рублей за проживание, мне казалось, что это, так сказать, даже, в общем, при моих не очень маленьких доходах, то это, в общем, тоже слегка расточительно. Поэтому просто резиденцию, так сказать, мы посмотрели, что она с точки зрения экономики, ну, нам неинтересна. Она была на аукционе продана, по-моему, 170 с чем-то миллионов рублей. Эти деньги мы, кстати, направили в Тулу на строительство детского садика на Хворостухино, как раз там 140 миллионов. Вот, а дом, в котором я проживаю, я его арендую, собственненько плачу в год, ну, там, около двух миллионов рублей. Продолжаем, давайте, диапазон, Нина, давно позже. Надеюсь, что и, может быть, ваша редакция тоже какие-то там корпоративы когда-то начнет теперь проводить в Бугучарово. Поэтому приглашаю вас. Там много свободных номеров. Приезжайте. Нина Евдокимова, Тульский диапазон, компания «Российская вещательная сеть». Во-первых, от всех читателей поздравляем вас тысячи дней, чтобы следующая тысяча была еще удачнее, чтобы все у вас получалось. Ну, теперь только вместе теперь, да? Только вместе, конечно. Конечно. Теперь вопрос. 24 апреля в постановлении Дмитрия Анатольевича Медведева была утверждена обновленная редакция федеральной целевой программы «Информационное общество». Ну, мы знаем, что Тульский регион участвовал в этой программе и ранее, то есть под вашим руководством это такие проекты, как «Открытый регион 71», это создание единых информационных центров, это, в конце концов, наше бесплатное государственное цифровое телевидение. Сейчас какой вклад Тульского региона будет в эту новую редакцию? Спасибо. У нас есть указы президента, постановления правительства, и мы с точки зрения предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, и мы четко все эти поручения стараемся выполнять. И мы приняли в том числе свою еще программу, мы идем немножко впереди. Вот как раз об этой программе, о которой вы говорите, там еще были внесены, по-моему, 120-й закон, закон о связи, по-моему, да, там внесены были изменения, в том числе о последней миле, так называемой, по интернету и так далее. Мы вот свою программу приняли, где договорились, что за три года совместно с компанией Ростелеком мы должны довести широкополосный интернет до всех бюджетных учреждений области. И дальше уже, когда, так сказать, ШПД войдет, скажем, во все районы, во все муниципальные образования, дальше мы, соответственно, дадим возможность уже людям подключаться. Вот это как раз закон о последней миле, которое было принято решение, даст возможность людям подключаться за небольшую плату к интернету. А интернет – это же все равно перспектива. Это же сегодня не только информация или, скажем, какие-то информационные ресурсы. Сегодня это и телевидение, сегодня интернет – это и образование, удаленные формы образования. То есть сегодня интернет, по сути, это жизнь. Вот, поэтому здесь мы идем несколько вперед. И создание многофункциональных центров, где мы должны оказывать государственные и муниципальные услуги. Мы эту программу изначально принимали до 2017 года, сейчас мы ее сдвинули еще на год. Мы хотим идти несколько быстрее. И вот, если вы обратили внимание, скажем, те объединения муниципальных образований, которые происходят в Тульской области, они происходят только там, где уже мы начинаем оказывать услуги в многофункциональных центрах жителям. Почему? Потому что, скажем, мы должны дать услугу и только после этого убрать вот эту неквалифицированную, может быть, иногда такую кривую, что ли, может быть, не всегда успешную работу местного какого-то чиновника. И здесь мы пытаемся ее четко, чтобы она соответствовала определенным стандартам. Но это вопрос постепенного развития. Это вопрос не только же у нас, но для Тульской области. Я вообще считаю, что у нас возможности очень хорошие. Мы же не очень большая по территории области, 25 тысяч квадратных километров, поэтому мы здесь можем быть таким образцом, показательным примером. И хочу сказать, что вот открытый регион, он для нас, для чиновников, он на самом деле, конечно, очень такой тревожный. Почему он тревожный? Ну, потому что заставляют многих чиновников, так сказать, в том числе и меня, переживать, реагировать как можно быстрее. Потом вы заметили, наверное, то, что люди обращаются на открытый регион 71 в Твиттер. Люди хотят, чтобы вопрос был решен вот прямо сейчас. А что вы уже, если чиновники там в течение двух часов не отвечают? А что не отвечаете-то уже? Уже давай побыстрее отвечай. То есть уже требовательность у людей повышается. И, конечно, когда идет реакция, многие благодарят. И вот здесь, конечно, весь этот механизм запустить или запустить, он достаточно сложный. И есть естественный отбор, с одной стороны, но с другой стороны нужно сделать так, чтобы оставалась и преемственность, чтобы не было провалов. Но, мне кажется, у нас получается. Спасибо. Пожалуйста. Так, давайте, давайте, я предлагаю дать слово федеральным коллегам нашим, сапкорам Геннадия Интерфакс. И Тартас, я просто не знаю вас в лицо. Если вы здесь, дадим вам слово тоже. Здесь вы, да? Отлично. Добрый день, Владимир Сергеевич, информационный агентство Интерфакс. Вот мы как раз здесь, из-за Тартас сидим. Мы вернемся немного все-таки в экономическую плоскость региона, тем более, потому что понятно, что Тульская область – это крупный промышленный регион. Здесь мы разговор будем вести об инвестициях. Тульская область показала в прошлом году такой своеобразный рекорд по иностранным, в первую очередь, инвестициям. По-моему, цифры в шесть раз, да? Вот вопрос динамики. Как считать, да, вопрос динамики. Хотя есть действительно хорошее движение. Вот есть ли у вас уже как бы в планах или что, сколько приблизительно мы в этом году сможем таких инвестиций привлечь в экономику региона? Ну, не 90 миллиардов, может быть, меньше, может быть, больше. И второй момент, конечно, очень важный. Мы, учитывая, что у нас направление – это оборонно-промышленный комплекс, металлургия, химия, да, крупнейшая строительная отрасль, понятно, что мы очень зависимы от той ситуации, которая сегодня происходит в мире. В первую очередь, и в том числе по экономическим санкциям, которые сегодня в отношении России в связи с украинским кризисом. Вы недавно собирали совещание по вопросам взаимодействия КПО с украинскими предприятиями, и как это может отразиться. Вот что вы можете сказать по этому поводу? И второй моментик, можно, если, да, сегодня по информационным агентствам прошло сообщение, что Курский губернатор ушел в отставку, чтобы в сентябре поучаствовать в выборах. Вчера то же самое сделал Липецкий, потом еще Красноярский перешел на более высокую должность и так далее. Пошло какое-то поголовное, так сказать, отставочное, так сказать, деятельность губернаторов. Ну, я не намекаю. Понятно, что 2016 год еще долго, но вопрос в том, это тенденция или пока только так единичные случаи? И будете вы, кстати, участвовать тогда в 2016, если вдруг что? Давайте начнем с экономики. Мне кажется, экономика – важный аспект. Ну, во-первых, что касается по объему инвестиций, мы не снижаем планку по нашей плане по росту и по увеличению и российских, и иностранных инвестиций, остаются пока в том же плане, который мы запланировали. Что касается роста промышленного производства, то за первый квартал мы как раз сегодня вечером будем подводить первые итоги и смотреть, какие у нас есть в целом результаты. Что касается в целом санкций, пока санкции носят характер такой, знаете, декларативный, я бы сказал, да, он условно влияет на экономический потенциал в целом страны, хотя мы прекрасно понимаем и оцениваем, что принятие тех или иных отраслевых санкций может существенно повлиять на российские предприятия. И именно по этой причине представитель правительства Дмитрий Анатольевич Медведев вчера как раз проводил совещание о том, чтобы более активно, в том числе и руководители регионов, принимали участие по взаимодействию со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Это наша альтернатива. И в принципе, наверное, вы знаете, он даже такую фразу сказал, может быть и неплохо то, что это произошло сейчас, потому что мы теперь понимаем реальное отношение западных коллег и их целей. То есть, в принципе, любая экономика, как и любое предприятие, оно не должно зависеть от одного покупателя или потребителя услуг. Поэтому то, что нам необходима диверсификация наших экономических отношений, это правда. У нас Тульская область – это не только сильный экономический промышленный регион, но у нас есть потенциал развития сельского хозяйства. И я вам хочу сказать, что сельское хозяйство становится по многим направлениям экономически привлекательным. Вот нам, к сожалению, не повезло, что называется, с Лазаревским, вот эта ситуация, ПЧС, которая произошла, пережили, что называется, самые сложные времена, когда свинина стоила 52-55 рублей за килограмм. Вот как произошло это в Лазаревском, свинина не у нас, а вообще в целом выросла до 100 рублей за килограмм. Представьте, какие недополученные доходы реально, так сказать, в Лазаревском были. То есть, в принципе, на сегодняшний день сельское хозяйство – это то направление, которое у нас может нам дать второе дыхание и вопрос диверсификации нашей региональной экономики. Что касается нашего взаимодействия наших предприятий с азиатскими партнерами, то здесь тоже, соответственно, определенные успехи тоже есть. У нас очень активно работает КБП, сплав с индийскими товарищами, начинают взаимодействовать с китайскими товарищами. Ну и вообще, в целом, скажем, проникновение, экономическое проникновение китайских инвестиций и российских инвестиций в Китай, оно имеет определенные перспективы. Но нужно четко сказать, я вот, знаете, еще работая депутатом Государственной Думы, принимал активное участие в принятии закона о стратегических отраслях. И тогда тоже было много разговоров, а зачем вообще закон этот нужен, мы должны быть открыты максимально и так далее. Вот он, кстати, сейчас этот закон четко показал, что у нас стратегические отрасли защищены. Но это касается, прежде всего, вопросов национальной безопасности. А как мы защищаем свое сельское хозяйство? А как мы защищаем свои те же леса, которые на сегодняшний день тоже интересны? Ведь такой объем леса, который… А как мы защищаем свои водные ресурсы? То есть мы сегодня, вот та риторика американская, европейская, которая есть, мы понимаем, что для них политика становится важнее, чем экономика. И мы должны тоже для себя принимать решения, которые нас могут обезопасить в будущем. И думать мы, перспективы должны строить не на год, не на два, не на три, а хотя бы на десять, ну или, может быть, даже на двадцать лет. Вот те же китайские товарищи, у них планирование идет на сто лет вперед, на сто. Ну, это тоже объясняется в том числе ментальностью, так сказать, китайцев. Но вот действительно планирование люди… Я не говорю о том, что нам нужно или многие там из нас, может быть, психологически не готовы там планировать на сто лет вперед, потому что живем у нас в средней продолжительности, чуть поменьше, чем сто лет. Но, в принципе, задумываться об этом нужно. И когда мы с вами предпринимаем те или иные действия, вот ежеминутные, ради какой-то тактической выгоды, это неправильно. Задача должна быть стратегического развития своего предприятия, своего района, своего города, области, страны. И эти задачи, они должны быть в приоритете. А вот иногда в погоне за какой-то сиюминутной, знаете, вот этой жареной новостью мы летим впереди планеты все, потом бац, и получаем, что это просто получается пшик, ни о чем. Вот, поэтому мы на эти темы, мы этими вопросами озадачены. И, безусловно, мы будем развивать взаимовыгодное сотрудничество, в том числе с нашими азиатскими партнерами. Вот, а что касается тенденции, скажем, по решению тех или иных губернаторов в те надосрочные выборы, но в этом году у нас объем выборов уже достаточный, потому что у нас в этом году состоятся выборы в областную Думу. Высока вероятность того, что пройдут выборы совместные уже, новое образование города Тулы и Ленинского района, то есть городской округ Тула тоже пройдут, скорее всего, в сентябре. И, конечно, даже если бы у меня такое желание и было, то, мне кажется, было бы неправильно этот вопрос ставить и проводить все выборы в один срок, ну, просто потому что должна быть подстраховка властей. Все-таки выборы должны проходить в разное время. И, прежде всего, касается выборов в областную Думу и выборов губернатора. Когда происходит совмещение, мне кажется, такие тоже случаи есть, но, мне кажется, для региональной стабильности лучше, если эти выборы не совмещены. А решения каждый из губернаторов принимает для себя сам. Чаще всего звучат вопросы о том, чтобы получить поддержку жителей для того, чтобы реализовывать те программы. Мне кажется, что это очень такой правильный вопрос, но я через систему выборов проходил неоднократно. Прежде чем стать депутатом, я четыре раза, три раза проигрывал свои выборы и один раз выиграл выборы, но они не состоялись, потому что в тот момент еще был порог явки. Тогда нужно было, чтобы явка составляла не менее 25%. Это когда выборы происходили в 2001 году в Государственную Думу. Да, выборы это были. Поэтому, вы знаете, я выборной кампании не боюсь, я знаю, как участвовать в выборах и принимал неоднократное участие. Пожалуйста, коллега Итартас, Алифтина. Алифтина Зубриевна, агентство Итартас. Владимир Сергеевич, мне все-таки хотелось бы, если можно, озвучить приход, каких инвесторов ожидается в Тульский регион в ближайшее время, какой объем ожидаемых инвестиций, и вот внедрение практики создания технопарков. Будут ли на этих площадях размещаться новые инвесторы и вообще планируется кто там будет работать? Прежде всего мы планируем размещение новых инвесторов на этих территориях, прежде всего, потому что это создание новых, просто новых точек притяжения. Вот Узловский индустриальный парк – это самый крупный индустриальный парк в Центральной России, то есть у нас почти 2500 гектаров, и в принципе мы в этом году уже первые, ну то есть работы по, скажем, по заводу туда коммуникации, все инфраструктуры уже начались в этом году, и мы планируем первых резидентов тоже уже в этом году. Ну а название я пока все-таки воздержусь, потому что, вы знаете, вот когда мы уже будем четко понимать, что решение принято, все по рукам ударили, тогда мы обязательно вас проинформируем. Давайте перейдем в Новомосковск, крупнейшее муниципальное образование, пожалуйста, Новомосковская телекомпания. Елена Смазнова, телерадиокомпания «Новомосковская». Владимир Сергеевич, очень много вы уделяете внимания памятникам историческим, и много в Туле и в близлежащих районах сделано для развития культуры. Но я хотела бы обратить внимание ваше еще на сельские территории, то есть в ДК. ДК сельские, они сейчас в очень таком плохом состоянии, текут крыши, нет отопления. Для сельских территорий это единственное место, культурное место, куда можно прийти. А поскольку мы вот тоже уже эту тему затронули, что дороги, подъезды к сельским, ну, к селам, к деревням не очень в хорошем состоянии и требуют ремонта, то, конечно, выезжать куда-то жителям очень тяжело. Вот будет ли какая-то программа, и вот как раз вот ДК обращено внимание? Мы хотели бы, чтобы эти работы проводились в рамках программы «Народный бюджет». Почему? Потому что тогда, когда человек голосует рублем, пускай даже не очень большой процент, но мы четко понимаем, что там будет и общественный контроль, и то, что это действительно для человека важная, нужная проблема, когда он готов потратить свои 10 рублей для того, чтобы эта проблема была решена. И вот, кстати, я хочу привести пример того же Новомосковска. Это как раз вот то, что проходит сегодня в Туле и Ленинском районе. Новомосковск проходил это всё не очень давно, и действительно, вот, скажем, это решение позволило сельским территориям, которые сегодня входят в Новомосковский городской округ, развиваться более активно, чем их прилегающим соседям. И если посмотреть, Новомосковск гораздо лучше развивается, чем Узловский, Богородицкий район. Это по целому, правда, комплексу причин, но в целом результат и качество жизни в Новомосковске лучше. Поэтому я призываю жителей активнее участвовать в программе «Народный бюджет». Но и, как один из позитивных примеров, вот, скажем, мы восстановили совместно с администрацией Суворовского района дом культуры в Суворове. То есть там тоже он приведён в порядок, и на сегодняшний день функционируют жители города очень довольны. И, Владимир Сергеевич, можно к вам обратиться с просьбой, с ходатайством? Жители Шишлова и жители села Гремячи, Казаки-1, они очень встревожены плохим качеством дорог к их территориям. Вот могли бы вы обратить на это внимание? Хорошо, я услышал, помечу обязательно. Спасибо. Спасибо. Коллеги, у нас остаётся буквально минут 15. Давайте очень точечно. Красное знамя высоко тянет и наша жизнь. Давайте, наверное, дадим районкам. Главный редактор газеты «Красное знамя» Венёвский район. Здравствуйте, Владимир Сергеевич. Переводом работаю из «Донской газеты» всего неделю. С удивлением узнал, что в Венёве работают исключительно частные автоперевозчики. Другими словами, сколько хотят, столько плату и берут, особенно в вечернее время. Насколько мне известно, это единственный город в Тульском регионе, где такая ситуация сложилась. Это не вопрос от войны. У нас на самом деле перевозчики только в городе Туле есть муниципальные перевозчики. А так, в большинстве районов у нас частные перевозчики, поэтому... Да, но он был, и вот просьба, не вопрос, а просьба от жителей, чтобы восстановить этот городской более дешёвый. Ну, это вопрос, наверное, всё-таки даже не столько ко мне, сколько, наверное, главе муниципального образования, потому что эти решения муниципалитет принимает. Я обязательно передам. Пожалуйста, ещё. Тёплые, да? Ольга Натаркина, главный редактор газеты «Наша жизнь», Тёплогорёвский район. Хотелось бы уточнить, в Тёплогорёвском районе есть муниципальный перевозчик? Да, есть. В Тёплогорях есть, да. Да. Значит, у меня вопрос касается здравоохранения. Это достаточно острая проблема для наших Тёплогорёвцев. Вот, например, в настоящее время, уже с января по май, жители, которые проходят лечение в стационаре, вынуждены покупать лекарства за свой счёт, вплоть до физраствора. Приезжающая комиссия, которая работала в районе в начале апреля, возглавляла её Евгения Ивонина, директор департамента финансирования Министерства здравоохранения, пояснила, что это издержки 44-го закона. Но, к сожалению, вот сейчас уже май... Ну, это не издержки 44-го закона, это не совсем так. Чаще всего это связано с нерасторопностью главных врачей. Да, вот, к сожалению, май, и лекарства так и покупаются. И жители взволнованы. Это вот как раз тот случай, когда от организаторских способностей главного врача страдает население, ну, Тёплогарёвский район, у него не очень большой. Но почему такой проблемы нет в Туле? Почему нет в Новомосковске? Да, я понимаю, что тяжело страна. Не мы. Страна переходила с 94-го на 44-го. Действительно тяжело. Там первый месяц у них сайт, так сказать, висел там практически весь месяц, там заказы практически не размещались. Но я вам хочу сказать, что мы сегодня, 70% госзакупок у нас на сегодняшний день уже размещены. 70% у нас никогда такого нет, гос и муниципальных закупок, у нас никогда такого в области не было, чтобы на 1 мая мы такой объём уже размещали. То есть это, ну, они там в разных состояниях, что-то там торгуются, что-то, так сказать, договора уже заключены и так далее. Но это говорит о том, что всё делается на сегодняшний день, ну, почти своё время. Я с главным врачом, я переговорюсь. Ещё можно один вопрос? Ну, это вот тот вопрос, когда, понимаете, это вот как раз дело в прокладке между рулём и сиденьем. И второй вопрос. Тоже дорога регионального значения в деревне Продиловка. Жители несколько лет подряд обращаются с ремонтом, с просьбой отремонтировать данную дорогу. Ну, вот когда же наступит для них этот праздник? Услышал. Дам ответ. Спасибо. Коллеги, 10 минут. Я прошу поднимать руки тех, у кого действительно, что называется, горит и вопрос... Да, кстати, коллеги, все вот, которые хотелки, мне кажется, нужно всё-таки использовать не пресс-конференцию, а формат моей электронной почты, вы всё её знаете, да, то есть она груздев собакатуларегион.ру, поэтому присылайте. Мы на все вопросы, мы их учтём, во-первых, потому что действительно бывают там просто потери информации иногда. Поэтому мы их учтём, дадим ответы, и там будет чёткое понимание, когда это будет происходить. Поэтому, ну, просто чтобы ваше время не тратить, и с учётом того, что у нас смотрят большое количество туляков по Первому Тульскому в прямом эфире, мне кажется, будет здорово, если мы какие-то общие вопросы ещё поднимем. Пожалуйста. Давайте вот девушка справа от комсомолки, я просто вас не знаю, да, вы его, и потом новый бизнес-журнал. Елена Тимошина, справа от комсомолки, тоже комсомольская правда. Обманули нас, значит. Владимир Сергеевич, уже сегодня поднимался вопрос о предоставлении жилья. Вот в продолжении, в своём послании областной думе Вы сказали, что совместно с Госкорпорацией Ростехнологии прорабатывается вопрос о предоставлении льготного жилья сотрудникам Тульской оборонки. Вот можно немножко об этом поподробнее, и на что, к примеру, вот сотрудники КБП могут рассчитывать? Это один из самых наших, наверное, самых важных для нас вопросов, потому что доступное жильё, доступное не только с точки зрения его приобретения, но и с точки зрения получения его либо в социальный найм, либо в служебный найм, он даст возможность по привлечению сегодня нашей молодёжи, чтобы люди оставались на работе здесь, в Туле. Но вот по Ростеху у нас договорённость такая, что первые 20 тысяч метров, которые мы сегодня начинаем строить по проекту «Новая Тула», мы продадим им по программе «Жильё для российской семьи» по цене 30 тысяч рублей за метр. Это вот те условия, которые предусмотрены федеральной программой, ну и это тот вот минимум, который действительно у нас получается с точки зрения реализации этого инвестиционного проекта. Потому что проект «Новая Тула», мы хотим всё-таки, чтобы он был и социальным, с одной стороны, но чтобы он не был дотационным за счёт бюджета Тульской области, чтобы он всё-таки вписался в экономические параметры. Спасибо. Яна, пожалуйста. Яна Калюжна, журнал «Новый бизнес». У меня вопрос от наших читателей, и это в большинстве своём предприниматели. Многие из них говорят о том, что пока говорить об эффективном взаимодействии власти и бизнеса, ещё рано, несмотря на то, что положительная тенденция всё-таки наметилась. Вы были предпринимателем, сейчас представитель власти, и как никто должны понимать необходимость выстраивания этих взаимоотношений. Какие видите пути для этого? Ну, давайте тоже всё-таки попытаемся разделить предпринимательство от предпринимательства. Тут мне говорят, вот у вас в области всё очень жёстко. Я общаюсь с разными людьми, говорят, вот всё контролирует губернатор. Я говорю, а что контролирует? Ну, говорит, вот в Есногорском районе, говорит, глава землю не переводит. Говорит, вот это я не перевожу, это всё губернатор переводит. Ну, и там у людей 20 гектаров земли сельхозназначения. Я говорю, а что хотят-то люди? Что построить? Может, я не знаю, что-то там, завод, ферму, я не знаю, что хотят-то? Да нет, говорят, хотят дачку перевезти, нарезать и просто продать. Я говорю, ну, тогда правильно. Мы же не поощряем спекуляции. Любую инициативу. Поверьте мне, вот я был предпринимателем, я никогда не имел государственной поддержки, никогда не прибегал к мерам государственной поддержки. Такие меры государственной поддержки, которые есть по факту у нас в области и в Российской Федерации, поверьте мне, предприниматели, которые занимаются не спекуляциями, а занимаются производством, строительством новых промышленных предприятий и так далее, огромные меры поддержки. Я хочу вот просто тоже, пользуясь случаем, сказать, вот председатель правительства подписал тоже постановление правительства о создании агентства, кредитного агентства. До миллиарда рублей могут получать гарантии малые предприятия для реализации своих проектов. Слушайте, ну вот приходи и делай, но только приходи и делай, потому что когда вот мы начинаем смотреть наш фонд поддержки малого и среднего бизнеса, там возвратность очень плохая. Мы деньги выделяем, а почему-то потом предприниматели по тем или иным причинам вдруг банкротятся, разоряются, не справляются. Это уже не совсем предпринимательство, знаете, это мартышкин труд. Поддерживать нужно тех, кто действительно хочет и может этим заниматься. И здесь я хочу сказать, что любая инициатива, мы готовы, мы никого не сдерживаем. Но когда в центре города, допустим, говорят, вот мы хотим снести здесь домик 100 квадратных метров и на его месте построить небольшую 18-этажечку тысяч на 10 метров. Слушайте, сетей нет, значит, пространства жизненного нет, парковок нет. И давайте вот мы этому предпринимателю дадим. Дадим за чей счет? За счет туляков? Мне кажется, нет. Не нужно этого. Должно быть нормальное, естественное развитие города. Должны старые сноситься дома? Ну вот наши, так сказать, вот эти избушки на курьих ножках, да, должны. Вот мы, кстати, со следующего года такую программу в этом году примем, подберем первых пару кварталов и начнем заниматься. Будем изымать это. И изымать не так, как там сегодня, слушайте, ну до маразма дошло. Сотка земли стоит миллион рублей. Ну это что такое? Мы что с вами, так сказать, где, в Гонконге, что ли, я не пойму? Ну я понимаю, Гонконг, вот там, вот так, ну что это такое? Ну миллион рублей сотка земли. И никто ничего со своим имуществом не сделает. Посмотрите, все завалилось, вот, так сказать, уже, я не знаю, там, деревьями все проросло изнутри, и никто ничего не делал. Нет, вот этого точно не будет. Поэтому вот центральной частью будем заниматься, но будем заниматься очень аккуратно. Будем формировать кварталы, будем выкупать, изымать это в муниципальную и государственную собственность для того, чтобы формировать нормальное пространство. И мы всю инициативу, мы ни одного проекта предпринимателей не зарубили. Ни одного. За исключением, единственный проект, который мы отказали в развитии, это, ну, известная, известная, так сказать, площадка компании, я не помню, Грин, по-моему, да? Но вы прекрасно понимаете, что по этой площадке было вынесено судебное решение, которое вступило в законную силу. В том числе компания была привлечена к административной ответственности, и компания была оштрафована на 60 миллионов рублей в рамках административного права. Поэтому, так сказать, мы отказали в пролонгации этого договора аренды, и мель на это право. Анатолий Курасович, прежде чем будем закругляться, позвольте от себя вопрос, а потом на ваш выбор три последних вопроса. Сергей, было бы удивительно, если бы вы не воспользовались таким правом, мы от себя не задали бы вопрос. Вы знаете, вот сейчас мы сидим в этом зале, наверное, выбрал не случайно, а у нас вот в окне и я, и, наверное, вы, и многие видят Льва Толстого. За вашей спиной Лев Толстой в двух вариантах, и очень красивые слова. Верьте только делам. Вот что для вас эти слова на протяжении этих тысяч дней? Верьте только делам. Что это значит для вас? Ну, мне кажется, лучше не скажешь. Верить нужно только делам, и в том числе и я многим вещам учусь. И если где-то какие-то ошибки совершаются, то, в общем-то, они, наверное, эти ошибки, которые могут быть... которые, во-первых, должны быть обязательно исправлены, а второе, ну, это какие-то, может быть, недоработки. Поэтому я не волшебник, я только учусь. Так же, как и каждый из вас. Спасибо. Желающих много. Если можно, вы примите сами решения. Давайте я женщину, так сказать, девушке вот туда, потом туда. В конце, да, пожалуйста. А турецкий зритель, ну, Михеев обязательно, а как же, без аренды. Екатерина Нагель, журнал «Телесемь». Скажите, что в этом году будет сделано для уменьшения очередей в детские сады? Ну, у нас её, в принципе, нет очереди. Её по сегодняшнему параметру её очереди нет. То есть мы ещё построим и введём в эксплуатацию пять детских садов только в Туле, плюс Новомосковске ещё по районам. А в целом у нас очереди нет. Вот если в целом посмотреть по области, очереди от трёх до семи лет, мы до конца года полностью её закрываем. Она у нас в текущем режиме, там, плюс-минус, там, 150-200 человек. Но она в этом году будет полностью ликвидирована. Есть небольшая разница, что иногда людям не очень удобно. Хотелось бы около дома, приходится там возить. Ну, это есть специфика, к сожалению. Вот. Но в целом этой проблемы нет. Мы начинаем заниматься проблемой от полутора до трёх лет ясельками. Вот это для нас серьёзный вопрос. И ещё хочу сказать, что если два с половиной года назад, тысячу дней назад, у нас обеспеченность услугами детских садов составляла всего 65%, сегодня 86%. Такого уровня обеспеченности не было давно. То есть просто это как раз вот примерно та же самая история, как с детьми-сиротами. Отложенный спрос. Когда была очередь, люди не могли попасть, люди даже не записывались, а сами детей воспитывали. А сейчас, видя, что предоставляются места, начали детишек записываться, и проникновение увеличилось. Да, вот, пожалуйста, девушка. А вот девушка вот стоит, да, да. Вы задавали, вы поднимали же вопрос, да? Вот девушка, в конце, в конце. Ну, давайте, да, давайте. Владимир Сергеевич, редактор газеты «Заукский вестник» Наталья Индрикс. Вы знаете, у нас в поселке такая ситуация, что вода идет по часам. А сейчас рассматривается вопрос о том, чтобы построить новый водовод. И вот такой вопрос. Будет ли у нас вода в поселке когда-нибудь круглосуточно? Ну, в общем, мы на самом деле, у вас очень активная глава администрации. Она достаточно занимает такую активную жизненную позицию. И, в принципе, вот насколько я в беседах с ней, я понимаю, что для нее это, вот, скажем, завершение работы по водоводу, это вот, ну, вопрос престижа даже, ее персональный престиж. Поэтому я думаю, что она должна справиться. Тем более, что могу сказать, что мы «Заукскому району» очень много помогаем. Тульский арсенал зарегистрирован в «Заукском районе», как и юридическое лицо. Да, вот, пожалуйста. Да, сейчас девушки в конце. Потом Михеева и Ирина. Спасибо. Наталья Новик, «Аргументы и факты в Туле». Добрый день. Вы сегодня в начале пресс-конференции говорили о том, что в Тульской области идет действительно активное переселение из ветхого жилья. Но спешка… Идет строительство не из ветхого, а из аварийного. Из аварийного жилья. Да, строительство жилых домов. Разница большая. Ветхое, аварийное, существенное разница. Хорошо. Из аварийного жилья. Но спешка, с которой строятся некоторые дома, вызывает некоторые опасения. Так, в Скурату, например, было отложено строительство из-за того, что площадка под застройкой была недоисследована. И даже есть случаи, когда практически новые дома дают трещины. Отсюда вытекает логичный вопрос. Так, секундочку. Теперь вы уже должны за свои слова отвечать. Какие дома дали трещину? Мы потом обязательно предоставим всю информацию. Понятно. Полный список. Хорошо. Хорошо. И хотелось бы узнать, какие меры принимаются, чтобы контролировать проведение геологических, геодезических строительных работ? Есть государственная экспертиза. Хорошо. Вы слышали, что такое? Есть такой орган, называется государственная экспертиза. И если проект не проходит государственную экспертизу, то он не подлежит строительству. И введен в эксплуатацию он тоже не может быть. Поэтому все проекты, которые у нас строятся, они строятся в соответствии с той проектной документацией, которая есть. И как раз именно вопросы контроля по сковораторской площадке, они как раз были направлены на то, чтобы провести дополнительные исследования. Есть необходимость, ну скажем так, усилять. Это же вопрос усиления. Строить, в принципе, можно везде. Даже в Японии строят, да, где, так сказать, землетрясение бывает до 10 баллов. Это вопрос просто, что строят и какого качества строят. Вот, поэтому ни один из домов у нас, в которые мы переселяем людей из аварийного жилья, ни одной трещины не дал. Поэтому у меня просьба тоже все-таки на будущее. Вы, когда такие вещи публично говорите, все-таки людей не пугайте, а то сейчас уже все испугаются. Михеева, пожалуйста, Ирина. Ирина Михеева, Тульские известия. Вопрос у меня, в общем-то, один, но состоит из двух частей. Часть первая. Когда вы проработали на посту губернатора чуть больше года, дней, может быть, 400, вы говорили, что работа достаточно напряженная, сложная, и вообще-то вы от нее уже так подустали. Вот сейчас тысячи дней вашего губернаторства. По-прежнему тяжело или открылось второе дыхание? И вторая часть. В своем послании Тульской областной думе вы сказали, что основные итоги работы и вашей, и вашей команды, и вообще власти в регионе можно будет подводить в 2021 году. Означает ли это, что вы собираетесь оставаться в регионе до этого срока? Ирина, я никогда не говорил, что моя работа тяжелая. Я всегда говорил, что она напряженная. Она была напряженная, она остается напряженной. Вообще государственная служба, если вы служите так, как вы должны служить, это очень непростое дело. И это дело действительно очень разноплановое. И постараться не ошибиться и принимать правильные решения – это как раз, наверное, и есть искусство управления с точки зрения государственного управления. Потому что, безусловно, у меня есть опыт управления в коммерческих предприятиях, но управление коммерческим предприятием и служба губернатором – это две совершенно разные вещи, которые даже сравнивать нельзя. Поэтому работа напряженная, график напряженный. Ну а что, так сказать, тут уже подписался, надо же служить. Если уж служить, то качественно, как правильно сказали, уже так, чтобы не было мучительно больно. Что касается 2021 года, слушайте, ну в 2021 году у нас юбилей. Ну юбилей на юбилей. Во-первых, 500 лет засечен рубежам, 875 лет Тули. Ну я же не виноват, что в 2021 году будут выборы губернатора. Ну вот какое-то такое стечение обстоятельств. Ну давайте крайний вопрос Арсеналу. Я думаю... Олег Жилкин, «Тульский спорт». Владимир Сергеевич, в 1959 году, благодаря энтузиазму жителей нашего города, появились тульские лужники, которые впоследствии стали стадионом имени 50-летия Ленинского комсомола, сейчас Арсенал. Команда вышла в элитный дивизион. Сейчас, ну, ходит очень много слухов о возможной смене собственника стадиона. Вопрос будет следующий. Соотливецтуют ли слухи, что действительно может произойти. Если произойдет, то в чью собственность перейдет стадион. И такой следующий вопрос. На предыдущей встрече вы говорили, что если мы получим проведение права международных игр, то будет рассматриваться вопрос строительства стадиона нового и так далее, и так далее. Вот у нас, у города, у Тулы, у него нет своего городского стадиона. И, как ни странно, даже проводя соревнования, он платит за аренду деньги. Вот этот вопрос не рассматривается. Строительство нового стадиона именно городского. Спасибо. Спасибо большое. Ну, сейчас, что называется, сам Бог велел поговорить на эту тему, потому что, ну, во-первых, есть повод. Да, то есть мы с вами в высшей лиге, и я надеюсь на то, что мы сможем организоваться таким образом, что мы останемся в ней надолго, если не сказать, что навсегда. Это первое. Второе. Что касается стадиона, он действительно в частной собственности. Земельный участок – это собственность Тульской области. И, соответственно, все коммуникации, и вся инфраструктура, и все строения, за исключением велотрека, находятся в частной собственности. Велотрек находится в собственности Тульской области. Значит, мы действительно сейчас более активно будем вести переговоры с собственниками о возможном выкупе стадиона в собственность Тульской области и, соответственно, формирование его за Тульскую область. И именно ядра стадиона и необходимых коммуникаций. Если мы договоримся и найдем, соответственно, приемлемое решение, соответственно, мы тоже арсенал как территорию будем приводить в порядок. Но это одно из, скажем, возможных решений. Второе решение – это строительство отдельной футбольно-спортивной зоны в отдельной территории. Потенциально мы смотрим несколько таких территорий, и одна из территорий – это территория, где мы начали строить сейчас памятникам воинам-защитникам Отечества, посвященным как раз в рамках 70-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне в Заречье. То есть вот там территория потенциально может быть тоже использована как для строительства нового стадиона и, соответственно, прилегающей инфраструктуры. Ну, либо одно из новых направлений, которое может быть, это может быть и часть новой Тулы тоже определена. Потому что, если вы посмотрите, все новые стадионы в крупных городах, они в основном строятся, ну, скажем, на въезде в город, да, для того, чтобы можно было, чтобы, во-первых, это никому не мешало, чтобы это была отдельная территория, такой спортивный кластер, ну и чтобы это была территория нового развития города. Поэтому мы будем сейчас этим заниматься более просто, понимаете, как сказать, нельзя делить шкуру неубитого медведя. Когда у нас ещё медведь, так сказать, когда ещё шкуры у нас не было, да, то есть мы ещё об этом вопросе не думали. Сегодня мы об этом начинаем думать очень серьёзно. Да, это серьёзное вложение, но будем заниматься, знаете, глаза боятся, а руки делают. Поэтому будем развивать. Но совершенно точно мы уже в этом году и планируем с сентября месяца этого года сделать государственное образовательное учреждение, спортивную школу-пансион Тульскую академию Арсенал. Это мы планируем сделать, посмотрим, может быть, сделаем, как совместим её, так сказать, с кадетским корпусом, потому что вот наш первомайский кадетский корпус показывает очень высокую, во-первых, востребованность, а во-вторых, действительно, так сказать, качество образования очень высокое. И результаты очень хорошие у ребят. Поэтому только вперёд, вперёд за Тулу. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо всем. Спасибо.